В эфире программа «Северный город» в студии Анастасия Матвеева. Здравствуйте! В первом майском выпуске мы расскажем. В Уст-Лимске подтвержден уже 13 случай заражения COVID-19. Городские власти проверяют, как предприниматели противостоят коронавирусу. Идет прием заявок на получение пособий на детей от 3 до 7 лет. Общее количество зараженных коронавирусом в стране на 5 мая составляет 155 370 человек. По Иркутской области, по данным оперативного штаба, лабораторно подтвержден 231 заболевший. Шестой пациент скончался. Мы встретились с начальником территориального отдела Роспотребнадзора, чтобы узнать о количестве инфицированных в Уст-Лимске. На сегодня, на 6 число, даю информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории города и района. В период с 1 по 3 на территории города Уст-Лимска было зарегистрировано 11 случаев заразившихся новой коронавирусной инфекцией. И сегодня еще один случай заразившийся. Это ребенок из этого же очага, у которого при первоначальном обследовании 3 мая не был выявлен ковид, а при повторном обследовании установлен, что свидетельствует о том, что сейчас вируса не могут, мы можем не обнаружить, а через день вирус обнаруживается. Нарастает его количество в организме человека и мы лабораторно его подтверждаем. С чем связан вот такой большой очаг? До утра сегодняшнего он был с 11 пострадавшими, а сегодня уже с 12. Все заразившиеся от одного молодого человека 95-го года, который приехал из города Москвы, нарушал изоляцию, пока представители органов внутренних дел не обеспечили, чтобы он изолировался. Обследован на 10-е сутки с момента прибытия на территорию города и 28-го числа был отобран анализ и 30-го мы уже знали о подтверждении лабораторно ковиду данного молодого человека. У него никаких проявлений, симптомов не было и до настоящего периода нет. Все заразившиеся, включая трое сейчас уже детей, вот на сейчас момент трое детей, это все близкие родственники, которые отметили его приезд 19-го числа. И после отмены они жили обычной жизнью. У троих из них, из близких родственников, отмечались симптомы ОРВИ, они обращались за медицинской помощью в городскую поликлинику номер 1 на левом берегу и проходили лечение по причине ОРВИ. После выявления у них, после обследования всех контактных и установления, они все были госпитализированы, 8 человек госпитализировали, включая источника инфекции во взрослую инфекцию. И в детскую инфекцию были госпитализированы двое детей с отцом, потому что они должны были госпитализироваться в детское инфекционное отделение. На сегодня все они, 11 человек, включая сегодняшнюю девочку, 12, она тоже из АЧК, эта девочка из родителей госпитализированы, а мы, в связи с тем, что у нее при первом анализе не было обнаружено вируса, вируса COVID-19, поэтому ее передали бабушке, и бабушка находилась на изоляции по месту своего проживания. Сейчас ребенка госпитализируют к родителям, а за АЧК, где она проживала совместно с бабушкой, установлено наблюдение, обследование и также как контактными. Вот это на сегодня ситуация. Необходимо сказать, что вот у этого, у этой семьи, а они все, это семья, мать с отцом, брат с семьей, сестра с семьей, родная тетя с семьей. Вот они все, кто были в контакте, работавших на предприятии, четыре человека. И по местам их деятельности проводятся все мероприятия противоэпидемические, выявлены все контакты, с кем они контактировали, те, кто, и они сейчас обследованы. Часть результатов уже получена, а части результатов еще нет. Поэтому сказать, что при обследовании контактных больше никого не выявили, я на сейчас не могу. Поэтому самое главное, что один из заразившихся работал таксистом. И по его контактам очень большое количество граждан, которые проезжали в то время, когда он был опасен, проезжали с ним, пользовались службой такси, естественно, садились в машину сами без масок, и таксисты были без масок, и ни у кого не возникло вопроса, что необходимо таксисту сказать, что ты одень маску, и я одену маску. Поэтому на сегодня по службе такси 37 пассажиров и 18 по двум службам такси. Поэтому на сегодня все в общей сложности контактов 102 человека. Все они отработаны за праздники сразу же 3-го числа. Всем им вручены постановление о нахождении на изоляции. И это говорит о том, что они сейчас несут ответственность за выполнение постановления об изоляции. В случае нарушения постановлений к ним будут применены меры административного воздействия. Низкая смертность от коронавируса объясняется тем, что врачи вовремя выявляют инфекцию, благодаря чему удается оперативно начать лечение. Поэтому при первых же симптомах необходимо обращаться в медучреждение. Первый дедушка, который вот у нас был, он дедушка, ему 80 лет, он 81 год мужчина. И все контакты мы отработали. И несмотря на то, что и там тоже были нарушители, но близкого такого контакта не было. И они все, закончилась у них самоизоляция, все анализы у них отрицательные. И заразившийся, выписан из инфекционного стационара тоже с проведением первого анализа и потом еще трех. Поэтому он все благополучно, вот с тем очагом мы завершили. Точное количество контактных лиц с заболевшими выявить на самом деле очень трудно. При этом не все контактные могут заразиться. А пока эти граждане находятся на самоизоляции, их домочадцам стоит быть не менее аккуратными. Сегодня у граждан, они должны четко понимать, что контактный это тот, кто был в близком контакте с заразившимся. А если такого понятия контактных нет, то есть если вы ехали в такси, то вы являетесь контактным. Но ваше семейство, которое проживает с вами, они не являются контактными. Но вы должны быть насторожены, что вы можете, анализ придет и вы будете заразивши. И тогда ваше семейство будет контактными. А сейчас оно не является контактным. И вы, раз вы находитесь на самоизоляции, это вы обязаны соблюдать все меры предосторожности. Иметь свою постель, иметь свою комнату, если нет возможности, значит свой угол. Иметь только свою посуду, проводить все дезинфекционные мероприятия в квартире, если у вас есть, тем более, дети, старики, пожилые. Вы должны проводить дезинфекционные мероприятия в местах общего пользования. Ванна, кухня, туалет. Вот те, кто находится на изоляции, это должно мыться три раза в день. Все должны мыть, они находятся, они не работают, они должны только и заниматься тем, чтобы мыть, 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 чтобы не заразить своих домочадцев. И действительно, при шикарном бы раскладе, я бы тоже их всех обследовала. Но сегодня у нас ограниченная возможность сегодня проведения исследований. Поэтому все контакты отрабатываются и контактные обследуют. А контактные контактных, такого понятия нет. И сейчас они просто все наблюдаются. Вот я работаю здесь, вот утром приезжаю к 8 часам и отсюда поздно вечером уезжаю. Мы проводим рейдовые мероприятия. И вот телефон, он не замолкает. Сегодня граждане все сообщают, что на сегодня в продовольственных магазинах не соблюдаются условия эпидемиологической той же напряженности. Да, граждане приходят без медицинских масок. Работники, как утром их проверили, что они взяли маску, перчатки и дезинфицирующие средства. Они на сегодня, потом могут они все снять и работать. То есть у граждан пропала настороженность. То есть перестали бояться. Вот понимаете, он абсолютно, вот тот, от кого заразили, у него не было никаких проявлений. Здоровый молодой парень. И заразил уже 11 человек. 11 человек. Слава Богу, что у них не будет никаких, дай Бог, чтобы не было никаких осложнений. Мы еще ничего дальше не знаем. Они находятся сейчас в инфекционном отделении. Им оказывается медицинская помощь. И что будет дальше, я сегодня тоже не могу ничего сказать. А самое главное, люди должны знать, что вот оно, один заразившийся, мы их уже положили, 12 человек вместе с ним. У нас нерезиновое инфекционное отделение. Есть вопрос. Владимир Михайлович Рыбицкий говорил на одном из штабов, что 7 боксов у нас в инфекционной больнице, а уже зараженных. Но мы, они семьи, поэтому они госпитализированы компактно. Но люди должны знать, что у нас нерезиновое инфекционное отделение. И завтра мы их будем класть в Братск. Мы их будем госпитализировать в Братск, и люди должны это знать. Поэтому на сегодня люди вот настолько беспечные, настолько безответственные к своему здоровью. Но к своему, будьте к остальным, пожалуйста, ответственны. Поэтому вот такая ситуация. Все мероприятия сделаны. Все контакты выявлены. Проведены заключительные дезинфекции после госпитализации. Проведены заключительные дезинфекции во всех подъездах силами специализированных учреждений. Всем разведены постановления. Все находятся на контроле. То есть все, что в силах наших, все все делают. Администрация, межмуниципальный отдел, Роспотребнадзор, медицинские учреждения, поликлиники. Врачи не отдыхали ни одной минуты все эти дни. Детская и обе взрослые. Поэтому, ну, мне так хочется сказать, люди к своему здоровью прислушайтесь и защитите свое здоровье. Прекратите шататься везде по городу. Профильные ведомства и муниципальные власти направляют розничным торговцам рекомендации и инструкции, нацеленные на предотвращение распространения коронавируса. А как предприниматели соблюдают введенные правила, проверяют сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Наша съемочная группа побывала в одном из таких рейдов. Несмотря на режим повышенной готовности в регионе, горожане массово стремятся на природу. Свободно гуляют по магазинам. Исполняющий обязанности губернатора при Ангаре распорядился приостановить работу всех развлекательных центров. Также запрещено обслуживание граждан в точках общепита. Исключение составляет лишь дистанционная торговля. Иными словами, доставка на дом. 4 мая представители администрации города Устилимска вместе с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора вышли в рейд с проверкой объектов торговли. В том числе реализующих товары первой необходимости. Проверяли все. Наличие масок, перчаток, средств дезинфекции, напольную разметку о соблюдении социальной дистанции. Журналы с фиксацией температуры у работников, заступивших на смену. Крупные торговые центры в основном закрыты для клиентов. Но некоторые их точки продолжают работу, как ни в чем не бывало. Их продавцы заявляют, что торгуют крайне необходимыми товарами или что не знают о предписаниях. Рекомендации получили не только продуктовые торговые магазины, такие как Устерим, Окей, но и торговые комплексы Фикс Прайс, Эврика, юбилейный центральный рынок, Приморский. Мало за покупателей? Вообще практически не ходят. Вот у меня вообще не было народу сегодня. Здесь хоть отметки делать, хоть рассмотреть. Толку. Вы говорите, встреча будет в администрации по поводу закрытия? Да, по поводу закрытия. А, по поводу закрытия, понятно. А вы думаете? По-моему, они уже... А мы думали по поводу аренды. Нас аренда очень интересует. Конечно, мы... 55 дней, только скидочка. 55 дней, 5 процентов. 50 процентов. У меня аренда 19 тысяч, скидка полторы тысячи составила. Сколько? Меня еще вот такой вопрос интересует. У нас нет, говорят, у нас до конца года вакцины нет против коронавируса. Чем лечат тогда их? Ну, здесь мы вам... И выздоравливают люди. Нет, наше конченство. Почему лечат тогда? Нет, ничего не выздоравливают. Информационную работу проводим. Пока рекомендую закрыть. Понимаете? Ну, и по этому вопросу сегодня в 17.00, как я уже сказал, будет встреча. Ну, скажем, закрыть, значит, давайте читать. Что у нас коронавирус уже есть? Уст-Илимский. Официально, да, заявлено. 15 человек? Да. Пол и торговые прилавки Роспотребнадзор требуют дезинфицировать два раза в день. Дверные ручки, банковские терминалы и кассы каждый час. В местах массового присутствия людей нужно использовать бактерицидные лампы, а сами помещения регулярно проветривать. Проверка показала, что рекомендации выполняются в полной мере. Единственное, что нельзя проконтролировать – смену медицинских масок каждые два часа у персонала. В ходе проведения рейда было проверено 10 предприятий продовольственной торговли. На момент рейда, когда мы заходили в магазины, все продавцы, все кассиры были в масках. Средства защиты у них были на месте. Руки обрабатывали, перчатки имелись. Витрины протирались дезинфицирующими средствами. То есть на момент рейда нарушений не было. Ежедневный контроль за исполнением предписаний продолжится. Для недобросовестных предпринимателей визиты могут закончиться составлением протоколов об административном правонарушении статья 6.3 Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и взысканием штрафа. В период режима предотвращения чрезвычайной ситуации и осуществления на территории ограничительных мероприятий карантина они составляют для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 150 тысяч, на юридических от 200 до 500 тысяч рублей, и даже закрытием торговых объектов на срок до 90 суток. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». За последние две недели на территории города и района зарегистрировано 16 ДТП. В двух имеются пострадавшие, в одном погиб водитель. 23 апреля около 17 часов в районе дома номер 19 по проспекту Мира 35-летний водитель Лады Гранта, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В полицию о случившемся участники происшествия не сообщали. Однако спустя несколько часов 74-летний пешеход обратилась в травмпункт. Сотрудники ГИБДД разыскали водителя и привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП, участником которого он являлся. В прошлую среду на 87-м километре автодороги Братск-Устилимск 34-летний водитель отечественной легковушки допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего получил травмы, с которыми госпитализирован. 1 мая также на Братской трассе 29-летний водитель иномарки, превысив допустимую скорость, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Начался прием заявлений на получение денежных выплат на детей от 3 до 7 лет. В 2020 году выплата будет установлена за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком 3-летнего возраста. Средства за период январь-июнь поступят гражданам в июне. Далее выплата будет производиться ежемесячно. Подать заявку на оформление этого пособия в условиях пандемии можно в электронном виде. И посредством почтового сообщения рассказали в управлении соцзащиты по городу Устилимску Устилимскому району. Для определения права на меру социальной поддержки применяется установленная величина прожиточного минимума на душу населения, установленная в Иркутской области за второй квартал 2019 года. Это размер 11 576 рублей. Для расчета среднедушевого дохода в соответствии с указом берутся доходы за 12 месяцев предшествующих 6 календарным месяцем перед месяцем обращения. Ну вот так. Для примера, если семья обращается в мае, они предоставляют доходы с ноября 2018 по октябрь 2019. Но указом предусмотрено, что им доходы предоставлять не потребуется. Все сведения мы будем запрашивать посредством межведомственного взаимодействия. Но учитывать мы будем именно этот период. Пособие выплачивается на каждого ребенка в таком возрасте в семье. Размер пособия – это 50% величины прожиточного минимума на детей, также за второй квартал предшествующего года – это 7 541. Граждане, относящиеся к данной категории, то есть к категории малоимущие, то есть они сами примерно посчитали доходы и отнесли себя к малой имущей семье. Еще раз повторюсь, 11 576 – это величина прожиточного минимума. Имеют право обратиться к нам с заявлением. Вся остальная информация, еще раз напомню, запрашивается посредством межведомственного взаимодействия. На сегодня этот механизм отрабатывается. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ведомство работает в ограниченном режиме, и личный прием населения мы, конечно же, не ведем. Но способы обращения можно посмотреть на нашем сайте. Мы там создали вкладку. В этой вкладке можно будет скачать заявление, рекомендации по заполнению заявления. Можно будет посмотреть телефоны для консультации, адрес электронной почты, и посредством электронных сервисов заполнить и направить заявление в наш адрес. На сегодня наша задача, чтобы граждане, особенно из тех, кто у нас является получателем, как малоимущая семья, оформили заявление и направили в наш адрес по электронной почте, либо у нас есть ящик, установленный на двери соцзащиты, можно заявление опустить в ящик, уже подписанное. Способы есть. Если есть какие-то проблемы, мы эти проблемы им готовы индивидуально уже с получателем по телефону обсудить. Напомним, выплата на детей от трех лет семьям с низкими доходами инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путином в ходе январского послания к Федеральному собранию. Это одна из мер, призванных финансово поддержать семьи с детьми, как того требует национальный проект «Демография». Если вы стали участником интересных событий или хотите поделиться новостями, звоните нам в редакцию. А на сегодня у нас все. Я и мои коллеги прощаемся с вами. До встречи в следующем эфире.